Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Я купила квартиру в 2013 году в марте. Вот в марте было бы 10 лет. Дольщики долгостроя в Малаховке получили ключи от квартир. Данный налоговый режим у нас может также применяться в случае только наличия счетов в выполномоченных кредитных организациях. Какие преимущества у автоматизированной и упрощенной системы налогообложения, расскажем в выпуске. Благодаря таким выездным школам, вот такой подготовке, у нас значительно улучшились результаты. В 41-й гимназии кипят учебный процесс. К чему готовят школьников? Смотрите в сюжете. Всем спортсменам хочу пожелать удачи, показать свои лучшие спортивные навыки. Пусть победит сильнейший. В Люберцах прошел фестиваль черлидинга. А теперь подробнее об этих и других новостях. В Люберецкой администрации привели же недельное оперативное совещание. О работе, выполненной за минувшую неделю, отчитались руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб. За минувшую неделю в Люберецкую полицию поступило 2200 обращений граждан. Возбуждено 24 уголовных дела. 18 из них раскрыты по горячим следам. В округе произошло 5 пожаров. Пострадавших нет. Аварийных отключений на объектах тепла, газа, вода и электроснабжения не зафиксировано. На особом контроле работа системы автоматического контроля загазованности. По поручению губернатора в рамках усиления безопасности пользования газовым оборудованием на квартирных домах проводится за счет муниципалитета в муниципальном жилфонде установка датчиков газоанализаторов. На данный момент уже установлено 3775 датчиков в муниципальных квартирах. Всего за счет средств местного бюджета до конца года сигнализаторы загазованности установят более чем в 4400 муниципальных квартирах. Уборка проезжей части тротуаров и пешеходных переходов – еще одна тема, которую обсудили на совещании. К уборке привлечены более 370 рабочих и 84 единицы спецтехники. Все управляющие компании дополнительно прошли эти ресурсы, люди, силы, средства, все, что необходимо для того, чтобы обработать все подходы к домам, к социально значимым объектам. Наши предприятия муниципальные, которые занимаются обслуживанием, везде должно быть посыпано все песко-соляной смесью, реагентом, чтобы травматизм и аварий минимальное количество у нас было. На совещании обсудили вопросы содержания парковых и дворовых территорий, вывоза мусора, работы уличного освещения. Узнали об очередных спортивных достижениях люберчан и деятельности клуба «Активное долголетие», в котором зарегистрированы почти 9 тысяч жителей округа. В микрорайоне Коренева приступили к капитальному ремонту фасада жилого дома. Его построили 14 лет назад, но многие жильцы его сразу назвали аварийным. Почему многоквартирный дом, построенный в 2000-е, были вынуждены включить в программу капитального ремонта, разбирались мои коллеги. Этот дом на улице Лорха построили и заселили в 2008 году. Жильцы справили новоселье, но их радость быстро сменилась печалью. Дом, словно из песка, начал рассыпаться на глазах. Жители всех 235 квартир забили тревогу. 14 лет – это не срок для нового строительства, но застройщик подошел на тот момент абсолютно безответственно, халатно. Можно долго перечислять проблемы, которые были связаны с этим домом. Фасад и кладка были уложены в квартирах абсолютно на всех этажах, не закрепленные, не армированные. По словам жителей, при малейшем прикосновении кирпичи вываливались из кладки. После частичного обрушения фасада, комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о незамедлительном включении дома в программу капитального ремонта. Выполняется капитальный ремонт фасада с усилением несущих конструкций. К работам приступили мы в июле текущего года. Дом сложный, требуется демонтаж кирпичной кладки. Проведено уже 98% демонтажных работ. Здесь произведут монтаж вентилируемого фасада, который облицуют керамогранитом. Работы планируют завершить летом. Всего на текущий год в округе планируют отремонтировать 135 многоквартирных домов. По 94 адресам все работы выполнены. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Одним долгостроем в Люберецком городском округе стало меньше. 96 дольщиков жилого комплекса «Заречья» в Малаховке получили ключи от квартир. Строительство растянулось на 10 лет, поэтому событие, конечно, долгожданное. Подробности у нашего корреспондента. Вот и наступил, наконец-то, долгожданный для всех, для нас день. Наша эпопея, наконец-то, закончилась. И она закончилась для нас, для дольщиков ШК «Заречья» благополучно. Любовь Ургалкина – дольщик. Все годы женщина принимала самое активное участие в решении вопроса достройки жилого комплекса. Сейчас делится радостью, планами на ремонт и хвалит строителей за качественную работу. Я купила квартиру в 2013 году в марте. Вот в марте было бы 10 лет. История комплекса неоригинальна. Застройщик активно зашел на площадку, начал строительство, но вскоре объявил себя банкротом. К решению проблем дольщиков подключилась администрация округа, которую тогда возглавлял Владимир Ружицкий. Было хождение по мукам, я сочувствую. Я извиняюсь одновременно, потому что было непросто. Мы сегодня говорили застройщик АНТ. Ну такие парни зашли, своих сил не рассчитали. И по дороге приказали долго жить. Уголовные дела сопровождают. Комплекс состоит из трех зданий, построенных по монолитной технологии. В домах около ста помещений. Студии, квартиры. Есть и двухуровневые. Компания, которая взялась за достройку, столкнулась с рядом проблем. Участок очень большой и три дома в отдалении, друг от друга находятся. Один из корпусов пришлось после предыдущего застройщика полностью сносить. И строить его заново по тому проекту, который был сделан. На церемонии вручения ключей гости праздника пожелали теперь уже полноправным жителям городского округа Люберцы, чтобы в их квартирах было тепло, уютно и радостно. Уважаемые теперь жители, собственники этих домов, конечно же, история, в течение которой развивались события, она уже позади. Это очень приятно, что сегодня вы уже заселяетесь и обживаете эти квартиры. Новый год точно отметите уже в своей родной квартире. Все работы внутри домов завершены. Отопление, электроэнергия поданы. Кто-то уже живет, а кто-то только планирует ремонт. Строители переходят к обустройству территории. Необходимо организовать внутри дворовое освещение и установить малые архитектурные формы. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Представители транспортной компании и администрации округа провели совместный рейд. Цель – исследование пассажиропотока на маршруте, который соединяет микрорайон «Самолет», станцию метро «Некрасовка» и железнодорожную станцию Люберцы-1. Что выявлено в ходе рейда и какие решения будут приняты по его итогам – об этом в материале моих коллег. Утренний час пик. На остановке общественного транспорта на улице Вертолетная выстраивается длинная очередь. Фиксируем протяженность очереди, чтобы не превышало более 15-20 человек в ожидании 5-8 минут в направлении метро, в направлении станции Люберцы. Место проведения рейда выбрано неспроста. На остановочном пункте наибольшая концентрация пассажиров. Участники рейда фиксируют обстановку, общаются с люберчанами, которые пользуются маршрутом. По данному обследованию зафиксировано интервальное движение не более 8 минут транспортных средств. Значит, здесь пассажирпоток на данном маршруте вывозится с данного района в штатном режиме. Маршрут номер 1230 обслуживает 33 автобуса малого класса и два среднего. На зимний период число транспортных средств увеличили на 6. Постоянно много народу, постоянно маршрутки не своевременно приходят и, соответственно, никак невозможно уехать утром, особенно в зимнее время. Не хватает более расширенной дороги, так как даже если есть маршрутки, из-за того, что всего одна полоса, оно получается все пробки здесь. Маршрутки очень редко ходят, очень много людей. Минут через 20 отсюда уже будет не уехать. Представители компании-перевозчика отмечают, пассажиры предпочитают пользоваться маршрутками, при этом автобусы ходят полупустые. Поэтому по итогам рейда будет принято решение об увеличении транспортных средств на маршруте или изменении их класса вместимости. Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В округе провели очередной профилактический рейд, направленный на снижение смертности и травматизма на объектах железнодорожного транспорта. В нем приняли участие сотрудники управления транспорта и организации дорожного движения, представители РЖД, административно-пассажирской инспекции и транспортной полиции. Рейды на объектах железнодорожной инфраструктуры волонтеры, сотрудники пассажирской инспекции и транспортной полиции проводят каждый день. В первую очередь выявляют любителей сократить путь по так называемым народным тропам. Только с начала года в городском округе Люберцы на железнодорожных путях погибли 17 человек. Жертв могло быть еще больше. Постоянно ликвидируем несанкционированный проход. Некоторые дни до четырех раз в день приходилось восстанавливать ограждение. Сейчас выходит так, что мы добились того, что хотели. Транзитный проход прекратился, граждане ломать ограждение прекратили. Нарушителей стало меньше и среди безбилетных пассажиров, которые, минуя турникеты, спрыгивают с перрона, несмотря на идущий навстречу поезд. Добиться этого удалось благодаря профилактическим беседам, которые проводят волонтеры с пассажирами на платформах. Волонтеры предупреждают граждан о безопасности нахождения на железнодорожных путях. Меньше случаев травматизма. Воспользоваться народной тропой или дойти до специализированного перехода. Все чаще люберчане склоняются ко второму безопасному варианту. Особенно сейчас, когда световой день стал намного короче. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Россияне отдали дань памяти людям, погибшим в дорожно-транспортных происшествиях. К акции госавтоинспекции в рамках Всемирного дня памяти жертв ДТП присоединились люберчане. Этот мемориальный знак на территории Люберецкого отдела ГИБДД установили в 2018 году. Тогда же в память о погибших в дорожно-транспортных происшествиях высадили аллею. Ежегодно в 3 воскресенье ноября, во Всемирный день памяти жертв ДТП, священнослужители совершают здесь чин литии. Я к этой си воскресенье живу, ты покой усовших, раб твоих всех в дорожно-транспортных происшествиях погибших. Память погибших в ДТП почтили минутой молчания и зажгли свечи. Особое внимание собравшихся обратили на повышение безопасности самых юных участников дорожного движения. В школах округа инспекторы совместно с молодогвардейцами регулярно проводят занятия по изучению правил дорожного движения. Меня очень радует, что мы приходим в школу к детям, к маленьким, рассказываем им правила дорожного движения. Они еще и учат нас, то есть они уже многое знают и готовы поделиться своими знаниями с нами. Хочу нацелить пешеходов на внимание при переходе проезжей части. Убеждайтесь в том, что водитель вас заметил, понял то, что вы хотите перейти дорогу и успевает вам уступить дорогу. Самое главное, своим примером, прививайте детям правильное поведение при переходе возле проезжей части. С начала года на дорогах Люберец в результате ДТП погибли 9 человек, в их числе один ребенок. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. С 1 июля в четырех регионах России запустили автоматизированную упрощенную систему налогообложения. Среди субъектов, где ввели новый налоговый режим, оказалась и Московская область. Кто имеет право применить систему и какие у нее есть преимущества, узнала Луиза Егязарян. Меньше отчетности, освобождение от уплаты страховых взносов и подачи налоговой декларации. Основные преимущества автоматизированы упрощенной системы налогообложения. Кроме того, при переходе на новый режим налог рассчитывают автоматически на основе информации из онлайн-кассы, банка или данных о доходах. Данный налоговый режим у нас может также применяться в случае только наличия счетов в уполномоченных кредитных организациях. Данные кредитные организации по состоянию на сегодняшний день – это Сбербанк России, ВТБ-банк, Тиньков-банк, Модуль-банк, Альфа-банк, Промсвязь-банк и также Точка-банк – это филиал банка «Открытие». Автоматизированную и упрощенную систему налогообложения могут применить вновь зарегистрированные организации и индивидуальные предприниматели. Действующие налогоплательщики также вправе перейти на новый режим, но сделать это они смогут только с 1 января следующего года. Данный налоговый режим могут применять организации, у которых численность составляет не более пяти человек. Также у них в штате не должно быть иностранных граждан, которые являются не резидентами Российской Федерации. Доход у которых составляет не более 60 миллионов рублей за год. Остаточная стоимость основных средств на конец года не более 150 миллионов. Чтобы перейти на новый налоговый режим, необходимо подать уведомление. Для новых организаций, которые начали свою деятельность после 1 июля этого года, срок подачи – 30 дней после регистрации. Действующие налогоплательщики должны сообщить о желании перейти на автоматизированную упрощенную систему налогообложения до 31 декабря. Владимир Волков посетил ведущее в России предприятие по производству весоизмерительной техники «Тенза-М», который находится в Краскове. Здесь выпускают весы и все комплектующие к ним. Глава познакомился с производством и планами компаний по развитию. Тему продолжит наш корреспондент. Визит на предприятие начался с осмотра территории. Она выросла почти вдвое. Решением властей области и округа «Тенза-М» передали еще 17 тысяч квадратных метров для реализации нового инвестиционного проекта. На этом участке будет производственное здание для выпуска системы СВК. Эта система позволяет вчислять контроль транспортных средств по их нагрузке на дорожное полотно. С тем, чтобы контролировать эти транспортства и не превышать разрешенных параметров. Цена инвестиционного проекта – 110-115 миллионов рублей. Освоение территории начнется весной следующего года. Ассортимент продукции станет еще шире. Сейчас предприятие выпускает весы, тензодатчики и весовые дозаторы. Все виды продукции делятся примерно на четыре группы. Это тензодатчик – это сердце весов, весовая электроника – это мозги. И весы – это уже человек в целом. Специалисты сборочного цеха номер три собирают платформенные напольные весы из нержавеющей стали, рассчитанные на вес до одной тонны. Заказчик – крупный мясокомбинат из Екатеринбурга. Весами услан весь пол. Неспроста. Четверг на предприятии – день поверки измерительного оборудования. Следующий цех выполняет штучный заказ. Весы очень высокой точности на треугольной платформе. Заказали нефтяники для поверки мерников, емкостей для учета нефтепродуктов или топлива. Эти весы как раз стоят в основе метрологии учета нефтепродуктов. И наши весы получились в два раза точнее, чем использовавшиеся до этого нефтяниками швейцарские весы. Если швейцарцы дают 0,01% погрешность, то у нас она в два раза меньше – 0,005%. Предприятия в основном выполняют индивидуальные заказы, исходя из потребностей клиентов. Но порой свои коррективы вносят обстоятельства. Например, этот год по урожаю зерновых рекордный. Как следствие, заказы от элеваторов, портов и мельниц, которым срочно потребовались бункерные весы. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В округе продолжается сбор гуманитарной помощи для мобилизованных люберчан. Что сегодня необходимо участникам специальной военной операции и тем, кто проходит боевую подготовку перед отправкой в зону специальной военной операции, узнали мои коллеги. В Доме офицеров пункт сбора гуманитарной помощи работает ежедневно с 10 до 17 часов. Люберчане приносят теплые вещи – консервы, печенье, макароны и другие продукты длительного хранения. Волонтеры все сортируют и упаковывают в коробки. Приносят жители гуманитарную помощь, приносят разные вещи, разную еду, медикаменты. Все записываем, все фиксируем, все сортируем. Приносят обычные жители, приносят семьи других каких-то людей мобилизованных. Подростки, школьники, бабушки, дедушки. Не остаются в стороне депутаты и предприниматели. На этот раз они приобрели для российских военнослужащих беспилотные летательные аппараты. С помощью дронов бойцы проводят разведку, выясняя обстановку на расстоянии в несколько километров и корректируют огонь артиллерии. Я считаю, что это долг каждого человека – максимально помогать нашим воинам. Это не первая помощь от нашей компании. В этот раз это квадрокоптеры и боевые квадрокоптеры, и учебные для того, чтобы наши воины выполняли поставленные задачи более успешно. Помогаем не в первый, надеюсь, не в последний раз, как уже сказали, квадрокоптеры. Конечно, мы ждем скорейшего возвращения и верим в нашу победу. Всего с начала специальной военной операции в округе собрали и отправили более 80 тонн гуманитарной помощи. Богдан Колесников, Денис Зоугольников, телеканал ЛРТ. В конце октября в Люберецком доме офицеров открылся Центр помощи семьям мобилизованных. Здесь же идет сбор гуманитарной помощи. На сегодняшний день собрали и отправили около 10 тонн продуктов и вещей. С последними новостями из Центра наш корреспондент. Консервы, медикаменты, супы быстрого приготовления, сладости и многое другое. Коробки полны и подписаны. Сдают граждане, предприниматели, учреждения. Новая партия помощи на подходе. Прием ведут волонтеры. Анастасия Соловьева работает в Центре с открытия. Моя задача входит, как поддержка семьи мобилизованных, то есть отвечать на их вопросы. Принимать гуманитарную помощь и складывать ее, формировать коробочки. По словам волонтеров, в день раздается много звонков с просьбой проконсультировать по разным вопросам. Приходят до 10 человек. Преимущественно старшее поколение люберчан. Владимир Петрович, тут в основном перед пенсией, точнее после получения пенсии, где-то в течение недели, очень много пенсионеров приходит. То есть они получают пенсию, они даже приходят за пару дней до получения пенсии, спрашивают, что в данный момент необходимо. Председатель окружного совета депутатов Владимир Ружицкий не только ознакомился с работой Центра, но и внес свою лепту. Передал пакет с продуктами, который тут же был рассортирован по коробкам. У нас стоит задача, по крайней мере, оказывать помощь тем, кто там проживает. Им нелегко и непросто, особенно дети, старики. С работы там сложно и жить тяжело. Ну и, естественно, в первую очередь мы думаем о том, как же помочь именно нашим ребятам, которые сегодня волей судьбы оказались там. С начала ноября Центр открылся. Мы уже два раза отсюда отправили помощь. Порядка 10 тонн вывезли отсюда, передали для дальнейшей рассортировки, отправки на Донбасс. В ближайшее время акценты в сборе гуманитарной помощи будут смещены. Нужны дрели, шуруповерты и другие инструменты для обустройства походного быта, а также квадрокоптеры и батарейки. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В сосудистом центре Люберецкой областной больницы готовятся к открытию второго ангиографического комплекса. Сейчас в помещениях, где планируют установить оборудование, проходит капитальный ремонт. За ходом проводимых работ наблюдала съемочная группа нашего телеканала. Совсем скоро в этом помещении вместо строителей будут работать врачи и высокотехнологичное медицинское оборудование. А пока здесь произведена масштабная перепланировка. Проведены коммуникации, завершается отделка. Стены покрыты специальными свинцовыми панелями, которые защищают от излучения. Этот комплекс нужен для того, чтобы под контролем рентгена пациенту устанавливались, во-первых, обследование проводилось, коронароангиография, проводилось обследование сосудов головного мозга, сосудов сердца. И в дальнейшем устанавливается стенд в артерию, которая вызвала те изменения в головном мозге, либо в сердце, либо это инфаркт, либо инсульт для прохождения сосудов, по сосудам крови, с целью восстановления кровоснабжения пораженного очага. Такую помощь оказывает и сейчас. Аналогичный комплекс находится на четвертом этаже сосудистого центра. Он предназначен для экстренных больных. Установка второго ангиографа позволит принимать плановых пациентов, которые подвержены высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний. Будем иметь возможность приглашать сюда на обследование плановое, на лечение и установку стента, опережая патологический процесс, не доводя до того, чтобы у человека развился либо инсульт, либо инфаркт. Новый ангиографический комплекс разместится на первом этаже. Это позволит экстренно оказывать помощь больному, когда счет будет идти на минуты. Завершить работу и принять первых пациентов планируют до конца года. Луиза Игия Заря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Наш следующий материал подготовлен в педиатрическом отделении детской поликлиники номер один, где работает молодой специалист, врач-педиатр Дарья Подгорная. О работе, увлечениях и состоянии здоровья юных люберчан в сюжете моих коллег. Дарья Подгорная – молодой специалист. В поликлинике работает с 1 августа. Окончила Ростовский государственный медицинский университет. Люблю детей, во-первых. Во-вторых, чтобы помогать детям. Много болеющих детей сейчас хочется помочь. На приеме Мария Маковецкая с дочкой Варей. Девочке 6 лет. Ребенок болен, температура. У Дарьи Подгорной Варя наблюдается около 3 месяцев. Я очень довольна этим врачом. Квалифицированный. Без анализа никогда не назначить никаких лишних лекарств. Я как бы приверженница доказательной медицины. Поэтому мне очень важно, что врач, скажем так, прислушивается. И к моему мнению тоже. В завершение приема педиатр прописывает парацетамол. И рекомендует обильное питье. Ежедневно Дарья принимает до 30 детей. От нуля до 18 лет. Проводим осмотр. Аускутальцию, перкуссию. Также профилактическую работу проводим в кабинете. Мы можем рост измерить ребенка. Если здоровы дети приходят. Малыши. Юные пациенты приходят по записи. Обращаются в случае острой боли. В осенне-зимний период нагрузка возрастает. Большинство обращений к Дарье Подгорной связаны с ОРВИ. Молодой специалист показала себя грамотным, отзывчивым. Врачом знает все методы современной диагностики и лечения заболевания. Очень идет хорошо на контакт. Как с коллегами, так и с родителями маленьких пациентов. С рабочей нагрузкой Дарья справляется легко. Восстановить силы, поднять настроение и зарядиться энергией помогает бокс. В поликлинике есть кабинет лечебной физкультуры, где можно провести удар правой или хук. Начала заниматься боксом я, потому что еще когда работала в реанимации медсестрой, в ковидном госпитале работала, было много негативных эмоций, которые хотелось куда-то выплеснуть в хорошее русло. И выбрала бокс. Как самый энергичный, мне кажется, и подходящий спорт для выплеска энергии. Уровень любительский. На большее Дарья не претендует. Главное – усвоить технику бокса. Несколько раз в неделю она посещает спортзал, где индивидуально занимается с тренером. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Прежневременные роды – одна из значимых проблем в охране здоровья, материнства и детства. Количество малышей, которые появляются на свет раньше срока, растет, но медицина тоже не стоит на месте. Сейчас врачи способны выхаживать новорожденных с экстремально низкой массой тела. О младенцах, которые спешат жить. И о людях, которые помогают им. Наш следующий сюжет. В этом гювете девочка, которая родилась на 27-й неделе. Ее вес чуть больше 800 граммов. Малышка прошла первый этап реанимации. Сейчас на втором уже может дышать без аппарата ИВЛ. А этого мальчика врачи только что привезли с операционной. Малыш тоже появился на свет раньше времени. Но для того, чтобы спасти его, потребовалось вмешательство нейрохирургов. Сейчас вес маленького пациента почти один килограмм. В отделении интенсивной терапии он пробудет до тех пор, пока не окрепнет. В настоящий момент лежит у нас четверо маленьких таких малышей. Они меньше килограмма все. Но больше, чем 500 грамм. За год прошло у нас до настоящего времени 35 детей таких. Они родились в нашем роддоме. И некоторые были привезены из других перинатальных центров Московской области. В маленьких инкубаторах температура 36,7, а влажность 85%. В этих условиях ребенок чувствует себя, как в утробе матери. А вместо пуповины в руке вязаные осьминожки. Уже много лет такие сувениры для малышей создают жительницы городского округа Люберцы. В честь дня недоношенного ребенка они привезли очередную партию вязаных изделий. Мы вяжем носочки, шапочки, пледики. Поколение рожденных, детей, новых. Да, это наше будущее. И поэтому для меня это гордость передать лично своими руками вязаные вещи. Инициаторы проекта «Я свяжу тебе жизнь» Люберецкое отделение Союза женщин России, фабрика «Пихорка» и представители движения «28 петель». Помощь в создании изделий для недоношенных малышей оказывает члены клуба «Активное долголетие». Аксессуары, связанные с заботливыми женскими руками, не только создают уютную домашнюю обстановку, но и помогают детям быстрее выздоравливать. Луиза Игия Заря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В 41-й гимназии инженерно-технологическом лицее стартовала работа выездной школы для одаренных детей. Всю неделю лучшие учителя округа, а также преподаватели вузов, готовят старшеклассников к Всероссийской олимпиаде школьников и чемпионату WorldSkills России. Как это происходит, расскажем в следующем сюжете. В школах городского округа сейчас каникулы, но в 41-й гимназии учебный процесс кипит. Только за партами сидят не одноклассники, а дети из разных учреждений. И уроки проходят не по разным предметам, а только по одному – на выбор школьника. Я в прошлом году проходила Всероссийскую олимпиаду школьников и заняла призовое место в региональном этапе по химии. И в этом году буду участвовать в регионе по биологии. На муниципальном этапе стала победителем. И чтобы улучшить свои результаты и продвинуться на следующий этап, я пришла на интенсивы по биологии и химии. Интенсив проходит по трем направлениям – гуманитарная, физико-математическая и естественно-научная. На занятиях дети выпускных классов, у которых впереди не только олимпиада, но и экзамены. Благодаря таким выездным школам, вот такой подготовке, у нас значительно улучшились результаты на региональном уровне Всероссийской олимпиады школьников. И даже у нас есть победители на уже заключительном этапе. Занятия проводят преподаватели ведущих российских вузов, а также люберецкие учителя, которые закрепили за собой звание лучших. Это победители различных конкурсов и участники нацпроекта «Образование». Работа с ребятами, которые уже мотивированы, уже хотят что-то усвоить, несмотря на то, что каникулярный период времени доставляет большое удовольствие. Как, думаю, вам самим, так и педагогам, которые приезжают работать с нашими ребятами. Пятидневную подготовку на базе двух школ городского округа Люберцы посетят около 240 детей. Подобную практику ввели в системе образования пять лет назад. С тех пор проведение таких интенсивов для одаренных детей стало ежегодным. Луиса Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Томилинская гимназия номер 18 исполнилась 60 лет. Круглую дату гимназисты и педагоги отметили праздничным концертом. Подробности в следующем сюжете. Форма была. Мне мама рассказывала. А у мальчишек тоже форма была? Конечно. Ребята, взгляните на часы. Скоро звонок на урок. Не успеем. Концерт открылся сценкой, которую подготовили ученики младших классов. Юные гимназисты напомнили историю школы. Затем летопись образовательного учреждения в фотографиях. Слово предоставили гостям. Я вас всех поздравляю с замечательным праздником. День рождения, а тем более юбилей. Это всегда очень хорошо. Это время, когда подводятся итоги и создаются пожелания или верстаются планы на будущее. Гости юбилея отметили, что гимназия, несмотря на возраст, находится в прекрасном состоянии. Потенциал для движения вперед огромен. Движущая сила педагоги, которым вручили разные награды. От имени главы округа Владимира Волкова коллектив получил благодарность. Ряд учителей наградил муниципальный совет депутатов. Я вам скажу, в Томилино школа 18 – это знаковое учреждение. Во-первых, самое крупное. С точки зрения материальной базы, я думаю, самое угромплектованное. А с точки зрения педагогического коллектива, мне кажется, самая такая и собранная, и успешная, и практициональная. Кроме наград, Владимир Ружицкий передал администрации гимназии сертификат на 60 тысяч рублей для приобретения компьютерного оборудования. С недавних пор гимназия стала образовательным центром, который объединило в себе сразу несколько учреждений, начиная от дошкольного и заканчивая учреждением и ступенью среднего общего образования. Отдельных слов благодарности удостоились учителя, которые проработали в школе многие годы, а сейчас находятся на заслуженном отдыхе. Эта дверь открытая для каждого, и покуда вертится земля, самое заветное и важное открывают нам учителя. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Старт зимнему сезону дан. В парке Наташинские пруды открылся ледовый каток. Спортивное суржение построили год назад по губернаторской программе формирования современной комфортной городской среды. Летом его использовали в качестве роллер-дрома, а сейчас площадку вновь покрыли искусственным льдом. Ненастная погода, ничто по сравнению с желанием встать на коньки и выйти на лед. На открытие катка жители городского округа пришли целыми семьями. Локация уже всем знакомая и полюбившаяся. Очень хорошее настроение, любим кататься на коньках. Катались в прошлом году зимой на этом катке, очень рады снова, что он открылся. Первыми на лед вышли люберецкие фигуристки. Мастерство катания на коньках показали воспитанницы комплексной спортивной школы Олимпийского резерва. Конечно же хочется пожелать, чтобы наш спорт развивался, любится становиться таким спортивным центром. Если раньше у нас не было ледовых арен, то сейчас этот каток, дополнительные крытые стадионы, есть планы по развитию. Поэтому мы желаем всем хорошего настроения, развития личного, здоровья, благополучия. Искренне желаю набираться сил и здоровья на этом катке. Даю себе отчет, что в выходные дни здесь сложно, потому что много собирается ребятишек. Поэтому я советую здесь приходить и в будние дни, здесь в будние более просторно, занимайтесь спортом. В день открытия катка это правило не действовало. Несмотря на будний день, от посетителей не было отбоя. Но на просторной площадке места хватило всем. Все отлично вообще. Все очень нравится. Мы очень ждали, когда откроют этот каток. Потому что в прошлом году часто катались здесь. Все супер. Будем стараться чаще сюда ходить. Искусственный лед способен сохраняться даже при плюсовой температуре. Поэтому с открытием катка решили не затягивать и не дожидаться календарной зимы. На самом деле готовы были открыться еще 15 ноября. Но поскольку погодные условия были очень теплыми, мы решили открываться чуть позже. Мы одни из первых, кто в Подмосковье открыл каток. Сейчас в данный момент вы можете увидеть на градуснике плюс 4. У нас идеальный лед. Сейчас катаются детки. Отныне каток к услугам жителей как минимум до середины марта. Он работает каждый день с 10 утра до 21.30. При наличии своих коньков вход бесплатный. В противном случае спортивный инвентарь можно взять на прокат. Сделать первые шаги на льду новичкам готовы опытные инструкторы. Луиза Игия Заря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Во дворце спорта «Триумф» прошел фестиваль черлидинга. Он объединил чемпионат и первенство городского округа Люберцы, а также турнир российского физкультурно-спортивного общества «Спартак». В соревнованиях приняли участие 16 команд из Московской области. Фестиваль открывает парад спортсменов. В этом году Люберцы принимали гостей из Раменского, Лыткарина, Мытищ, Льговского, Видного и Долгопрудного. Сегодня наши чемпионаты первенства проходят под эгиды «Триумф» спорта. Это всероссийское общество, которое объединяет много видов спорта и дает еще один виток развития любого вида спорта, который выступает в таком спорте «Спартака». Всем спортсменам хочу пожелать удачи, показать свои лучшие спортивные навыки, пусть победили сильнейшие. Перед началом показательного выступления – разминка и повторение акробатических элементов. Полина Афанасьева с детства занимается художественной гимнастикой. Последние годы увлеклась чирлидингом. Хочу выполнить мастера спорта по чирлидингу и поехать на Олимпийские игры. Мне очень понравился этот вид спорта тем, что здесь очень весело, классные поддержки в штангах, эмоционально тоже. Вообще в этот вид спорта меня привел мой тренер. Люберецкая команда «Резолют» – одна из сильнейших в Подмосковье. Ее участники неоднократно завоевывали титул чемпиона всероссийских соревнований. В клубе занимаются 30 девчонок от 8 до 15 лет. Все они в составе сборной Московской области по чирлидингу. Это очень яркий, красочный вид спорта. Это совмещение нескольких видов спорта, таких как гимнастика спортивная, акробатика. И какие-то элементы танца присутствуют. Но если все думают, что это просто танцы с помпонами, как это общепринято название, то нет, на самом деле это очень сложный традиционный вид спорта. Выступления варьируются от одной до трех минут. Содержат приветствие, акробатические элементы, танцы. Мы смотрим в первую очередь техничность, насколько технично делаю спортсменка выступает, насколько правильно выполнение элементов, соответственно, специфика спортивного вида спорта, такой как чирспорт. А дальше уже все установлены, это эмоции, как построена программа, то есть это уже больше работа тренера и хореографа. Участники выходили на арену с сольными номерами и групповыми. Выступления проходили в разных категориях – хип-хоп, джаз, станд и фристайл. Среди победителей – команда «Тирекс» из Люберец. Старались очень сильно, поэтому победили. Мы теперь хотим побежать всегда. На соревнованиях в Люберцах свое мастерство в этом олимпийском виде спорта продемонстрировали 430 юных спортсменов из Московской области. Около 300 из них – люберчане. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. На стадионе «Торпеда» проходит масштабная реконструкция. До окончания работ он закрыт для посетителей. Но жители городского округа Люберцы не останутся без любимых занятий, тренировок и зимних развлечений. Стадион «Урожай», расположенный в поселке Томилино, готов принять всех спортсменов. Этот турнир организаторы назвали чемпионатом мира по футболу в городском округе Люберцы. Играет 16 детско-юношеских команд. Каждая представляет отдельную страну. За сборную России, например, играет клуб «Комета» из Латкарина. А Люберецкому «Спартаку» по результатам жеребьевки досталась Бельгия. Команда 10 человек по регламенту чемпионата. Вот уже первый матч сыграли, выиграли со счетом 3-0. В следующие выходные будет уже этап плей-офф, а сейчас идет групповой этап чемпионата мира по футболу. Все как на настоящем чемпионате. И футбольная площадка, несмотря на снег, соответствует статусу турнира. Даже зимой стадион «Урожай» никогда не пустует. Даже интереснее, чем летом, потому что мяч, по слове, тяжелее. Принять, выбить, интереснее даже как-то. Мне нравится стадион, нравится команда, много друзей. Довольны стадионом и представители старшего поколения. Алексей Зуев занимается здесь настольным теннисом уже четвертый год. В рамках программы «Активное долголетие» тренировки проходят каждый вторник и четверг. Но и на выходных любители этого вида спорта не прочь сыграть с единомышленниками. Эта игра, она чем интересна? Что развивается зрение, лично на себе прочувствует, потому что мячик туда-сюда летает. Эмоции положительные. И во время игры забываешь обо всем. Стадион «Урожай» готовят и для тех, кто занимается спортом на льду. В ближайшее время на основном футбольном поле начнут заливать каток. Его площадь составит почти 8 тысяч квадратных метров. В настоящий момент занятия на льду как у хоккеистов, так и у фигуристов проходят. Спорткомплекс «Изни» тоже здесь в Томилино. Это ледовая подготовка. А перед тем, как они выйдут на большой лед, который мы в ближайшее время будем готовить традиционно, это один из самых больших катков вообще Московской области, поскольку на территории стадиона проходят игры по хоккею с мячом. Посещать каток смогут не только спортсмены, но и все желающие. Зимой здесь заработает пункт проката коньков. Для любителей катания на льду подготовят теплые раздевалки, а ближе к Новому году ожидается праздничное оформление. Луиза Эгия, Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин